В рамках рабочей недели в округах депутат Законодательного собрания Края Виктор Чернявский провел отчетные встречи с избирателями и проинформировал земляков о деятельности Кубанского парламента 6-го созыва. В рамках рабочей поездки депутат Краевого парламента побывал в Славянске-на-Кубане, Анастасийском, Коржевском и Рисовом сельских поселениях, где встретился с общественностью и активом местного самоуправления. В поселке Рисовом Виктора Чернявского знает не одно поколение. Будучи молодым специалистом, Виктор Васильевич в 25 лет возглавил среднюю школу номер 56 и до сих пор считает ее родной. Здравствуйте! Здравствуйте! Присаживайтесь. Большой класс. Сколько? 25? 23. Слава Большой Класс. Депутат Законодательного собрания Края пообщался с детьми и педагогами. Обсудил существующие проблемы в современном образовании. Особо подчеркнул важность патриотического воспитания учащихся, основой которого должны стать в том числе уроки истории и кубановедения. Дети должны знать историю своей страны, гордиться ею и сохранять. Только тогда не будет потеряна связь поколений и у государства будет будущее. Погибло 27 миллионов наших людей. Вот если взять каждого солдата, кто погиб, минуту молчания, то шли. Знаете, сколько бы они молчали? 50 лет. Вот по минутке столько людей погибли. А если бы все, кто погиб, могли встать на парад на Красной площади, знаете, сколько бы они суток шли? 19 суток. Представьте, какая тяжелая цена победы. Поэтому об этом надо помнить. В рамках поездки посетил депутат Краевого парламента и сельский дом культуры. Глава рисового сельского поселения Анатолий Пономарев рассказал, какие объемы ремонтных работ здесь проведены. Заменили полностью окна все заменили и кровлю. Сейчас у нас что осталось? Кровля в металле, да? В металле. Сейчас у нас осталось что? Я говорю, большой зал, да, там уже поселок будем остановить. Ремонтные работы будут продолжены. Планируется сделать фасад здания, а также ремонт внутренних помещений. В Доме культуры работает библиотека, больше десятка кружков. И для жителей, посещающих культурные мероприятия, должны быть созданы комфортные условия. Виктор Чернявский пообещал оказать содействие в решении этих вопросов, а также помочь в расширении детской площадки, что находится рядом с Домом культуры, и дальнейшем обустройстве местного стадиона. Я хотел бы поблагодарить Виктора Васильевича за помощь рисуемому поселению. На сегодняшний день много было сделано, я говорю, выделенных денежных средств. Мы участвовали в кровевых программах. На перспективу сегодня мы участвуем в комфортной среде. Также сегодня было с помощью Виктора Васильевича выполнены большие объемы работы по капитальному строительству дорог, улица Зеленая, улица Набережная. В ходе рабочей поездки депутат законодательного собрания края встретился с активом поселения. На встрече с жителями Виктор Чернявский отчитался о деятельности краевого парламента 6-го созыва. Должил о том, что было сделано непосредственно в Славинском районе. Под 100 миллионов по району мы только наказы выполним. Это то, что уже прошло через краевой бюджет, уже деньги практически подходят. На 43 миллиона где-то мы по школам подтянули. У нас только в шести детских садах крыши мы меняем. В Забойском делаем отдельную группу, ячейку. Где-то там в Ханькове делаем спортивное ядро. Где-то там в той же Забойской школе такие ступеньки страшные. А это тоже деньги серьезные. В ходу группу надо делать и так далее. Сегодня расписываем. А так другие направления, в частности из больших строек. Это не наказы, а дополнительные стройки за счет участия в краевых целевых программах. Заезжающий садик строится новый в городе на 320 мест. Затраты большие, под 400 миллионов, но будет еще один садик. В ходе встречи жители смогли задать интересующие их вопросы. Селяне попросили посодействовать в строительстве новой спортивной площадки на территории школы. В поселке много молодежи, и ребята бы с удовольствием ее посещали. Виктор Васильевич пообещал изучить этот вопрос. Также совместно с депутатом городского совета Денисом Выпринцевым прорабатывается вопрос об организации подготовки кадров для нефтяной отрасли на базе техникума. В районе, где идет добыча и переработка нефти, должна быть возможность получить востребованную профессию. Тем более, что современное предприятие Славянск-Эко испытывает проблему с кадрами. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».